Ни для кого не секрет, что Кейт Мидлтон и принцу Уильяму не пришлось отправляться в ювелирный магазин ради выбора обручального кольцо для невесты. На пальчике Кейт красуется колечко, которое до нее принадлежало матери жениха принцессе Диане. Герцог и герцогиня кембриджские объявили о помолвке за несколько месяцев до свадьбы. И в ноябре 2010 года они позировали для официальной фотосессии, на которой Кейт и продемонстрировала миру впервые свое обручальное кольцо. Драгоценность состоит из центрального сапфира, окруженного 14 бриллиантами. Опытные ювелиры так описывают эту драгоценность. Кольцо украшено синим сапфиром овальной формы весом 12 карат, ограненным по граням и окруженным 14 бриллиантами-солитерами. Оправа сделана из белого золота 18 карат. На момент покупки его принцем Чарльзом для Дианы кольцо стоило 30 тысяч фунтов стерлингов. Что касается обручального кольца Меган, то оно содержит камни, добытые из источников в Ботсване. Ботсвана – один из крупнейших в мире источников этических алмазов. Поэтому камни, добытые там являются частым и популярным выбором для пар, которые заботятся о том, как производятся алмазы. Плюс ко всему, Ботсвана является одним из любимых мест Меган и Гарри, что объясняет и сентиментальную ценность кольца. В кольце Меган также есть два бриллианта из личной коллекции украшений принцессы Дианы. И специалист по обручальным кольцам Макс Стоун и Стивен Стоун еще в 2017 году оценил кольцо Меган Маркл примерно в 96 тысяч 729 фунтов стерлингов. Вполне солидно. Однако все специалисты в один голос заявляют, что оно не может быть таким же ценным и популярным, как обручальное кольцо Кейт Минттон. На момент покупки кольцо Кейт стоила примерно 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако недавно ему дали новую оценочную стоимость, которая составила ошеломляющие 390 тысяч фунтов стерлингов. И это, как говорят ювелиры, лишь стартовая цена кольца, которая была бы назначена за него, если бы вдруг кольцо поступило в продажу. А на самом деле, учитывая историческую ценность кольца, оно было бы куплено на аукционе в несколько раз дороже. По нашим оценкам, к их 10-й годовщине свадьбы кольцо теперь стоит 390 тысяч фунтов стерлингов, исходя из стоимости камней и золота. Однако многие уверены, что ценность будет намного выше, если учесть его наследие и историю. Кольцо является культовым произведением культуры. Оно могло быть продано на сотни тысяч дороже, если бы когда-нибудь поступило на аукцион стоимость возможной продажи кольца Меган. Если бы оно сейчас попало на аукцион, ювелиры оценили в примерно 134 тысячи 500 фунтов стерлингов. Всего слегка дороже его первоначальной цены. Меган убьет эта новость. Особенно учитывая то, что в 2020 году она и так получила солидный удар по самолюбию в результате проведенного крупного исследования популярности и узнаваемости знаменитых обручальных колец. Пальму первенства взяло кольцо Кейт. Лиза Левенсон, глава Совета по натуральным бриллиантам, сказала тогда, кольцо Кейт Мидлтон мгновенно узнаваемо по потрясающим чистым белым бриллиантам, контрастирующим с ярко-синим цветом сапфира. Синий цвет камней идет вторым по популярности во всем мире, уступая только белому, как самому популярному оттенку алмаза для обручального кольца. Но этот цвет делает кольцо уникальным. В то же время обручальное кольцо Меган Маркл в исследовании, проведенном в ноябре 2020 года, даже не вошло в топ самых популярных обручальных колец. А тут еще и стоимость кольца Кейт просто зашкаливает по последним оценкам. Пожалуй, для Меган время пойти заключить еще несколько многомиллионных контрактов, ну так просто ради своего психического здоровья. Общественности люди осведомленные активно обсуждают вероятность того, что Гарри и компания его нынешняя поддержка и опора семья, прикатят в Англию для того, чтобы провести обряд крещения своей дочери. С именем ребенка большие сомнения, поэтому так уж и быть, давайте будем звать ее Лили Ди. И звучит мило, и конкретной отсылки к заявленному сасексами имени нет. И так, как и со всем, к чему прикасается рука, и не только рука мятежных герцогов, с Кристинами вполне может произойти весьма неловкая ситуация. Как многие, наверное, помнят, королева не посещала Кристины, младшего сына герцогов кембриджских принца Луи. Почему так произошло, доподлинно неизвестно. Официальные источники заявляли о том, что на день Кристин у королевы было запланировано куда более значимое мероприятие. Вполне может быть, но, как говорится, знал бы, где упаду, соломку бы подстелил. А в случае с сасексами, знай, королева, что начнется такая катавасия, посещала бы все семейные мероприятия без единого пропуска, чтоб потом некому и не к чему было придраться. Шутка, конечно, но с долей правды. Значит, с Кристинами, получается вот какая история, если королева посетит церемонию крещения Лили Ди. Тем самым она выделит девочку, тем более, на фоне малыша Луи. А вот если не посетит, тут уж начнется полнейшая вакханалия. Тогда адепты Гарри и Меган смогут уж точно, взахлеб, рассказывать о том, что она Кристины не посетила именно потому, что девочка-представительница смешанной расы. Совершенно точно начнутся напоминания из серии. А Меган вас ведь предупреждала. Предупреждала о том, что это семья расисты до кончиков пальцев. Вот вам, пожалуйста. Подтверждение. И уж тем более фан-клуб Меган получит полное право вещать о том, что все, о чем рассказывала и на что жаловалась Мегаша, является полнейшей и чистейшей правдой. Подтверждение хотите? Так вот оно, пожалуйста, королева на Кристины не явилась, значит побоялась встретиться с разоблачительницей. С той, которая подвергалась таким жестоким нападкам и терзаниям. Да королева просто не посмеет взглянуть мученице Меган в глаза. Смех смехом, а вероятность такого развития событий весьма велика. И я надеюсь, никто не сочтет меня расисткой. Но все же очень хочется увидеть фото маленькой Лили Ди, и таки, посмотреть на цвет ее кожи. Да, мы уже имели удовольствие видеть крошечное фото малышки во время днерожденческого видео. Эх, ну ничего не может Меган сама придумать каждый шаг, каждый кадр, каждый эпизод там был скопирован, повторен, а лучше сказать украден. Как говорится, с миру по нитке. Дальше вы знаете. Одним словом, думается мне, что полноценное разборчивое фото мы увидим, ой как не скоро. Но согласитесь, интересно же. Мужчина дал откровенное интервью. У королевской семьи постоянно кипят страсти. Вот уже больше года, как Меган Маркл и принц Гарри решили отречься от королевской семьи во благо спокойной жизни и личного пространства. По поводу ухода герцегов ходило множество разных сплетен. От ссор Гарри со своим братом Уильямом, до непринятия Меган по утверждениям газеты The Sun, пара улетела из Лондона из-за острого финансового вопроса. Королевский эксперт Камила Томини, комментируя ситуацию, рассказала в документальном фильме ITV Гарри и Уильям, что пошло не так. Что молодоженам поставили ультиматум. Королева Елизавета II хотела полностью контролировать жизнь и финансы Меган и Гарри. Однако герцоги были возмущены такому решению. По их мнению, они должны быть на равных условиях с и известно, что у Меган непростые отношения и со своей семьей. Отец, который долгое время держит на нее обиду, решил дать откровенное интервью ГБ Ньюз. Мужчина уверяет, что многое из того, что было сказано парой в скандальном интервью о Пре Уинфри, заведомая ложь. История про тайную свадьбу и обвинение королевской семьи в расизме не имеют под собой никаких оснований. Она лгала. Лгала годами. Ее вранье настолько очевидно, что я не знаю, почему она говорит это. Она изменилась, это не та дочь, которую я знал раньше. Заверяет отец Меган. При этом мужчина заверяет, что принц Гарри это токсичный человек, который влияет на поведение и действия его дочери. Стоит отметить, что несколько дней назад сестра Меган также выступила с критикой в адрес принца. Семья намекает на то, что они хотят крупную сумму за молчание и неразглашение личиной жизни Меган. При этом до сих пор непонятно, что же произошло в их семье и что стало причиной разлада. Напомним, в 2018 и бывшая актриса Меган Маркл связали себя узами брака. В 2019 году герцогиня подурила принцу сына Арчи. Также в 2020 Меган рассказала в своей статье о том, что в период карантина у нее случился выкидыш. В том же году семья отказалась от своих королевских полномочий, перестала получать государственные выплаты и переехала в США. Утром 6 июня Меган и Гарри объявили о рождении своей дочери Лилибет Дианы Маунтбетен-Виндзор. Она родилась в пятницу в 11 часов 40 минут утра в Санта-Барбаре, штат Калифорния.